Мы вообще вот в начале... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Костя Нагаев. Это Слава Неруш. И мы сейчас совершим беспрецедентный... Меня корректив этот подводит. Я вот что-нибудь как придумаю и потом, не знаю, вот я очень боюсь. Это стоматология. А если мы проктологов возьмем? Да. Да. Ну вот, да, туда я точно как бы не пойду. Мы все с детства боимся стоматологов очень сильно. Мне сейчас, честно скажу, тяжело говорить. Да, пускай бабушка ходит. Это нормально. Мы находимся вот сейчас... На Калинина Мира. Да, на Калинина Мира. Вот Дентлюкс. Его выбрали мы почему? Потому что мы пробили. Получается, что по Казахстану это самая большая сеть клиник. Еще, что мне, знаешь, мне чуть-чуть не страшно. Ну, они же, я думаю, не додумаются же там что-нибудь криво сделать. Потому что, ну, как какая-то странная вообще реклама клиники, да, получится? Не, ну не тот вырвут, другой вырвут. Если у них блогер там популярный закончится на кресле, но мне кажется, это... Я вот чувствую, как у вас сейчас играет очко. Играет. Оно очень... Вам бы передачи «Играй очко» вести, да. Играет очко. Очень хорошо. Вот оно прям играет. И мы покажем, это будет полноценный блок-тур. То есть мы будем прям показывать вообще, как это все бывает. Все, погнали, потому что я иначе, иначе я сейчас убегу. Вот. То есть вот мы заходим, получается. Как вообще это все бывает? В принципе, наверное, тут какого-то откровения нет. Все были в стоматологии. Ну, посмотрим, как это бывает в Денталюкс. Ну вот. Мы пришли. Это кошмар. Сразу вот во всех клиниках непередаваемый все равно вот этот запах такой вот. От него становится еще страшнее. Куча красивых девчонок на ресепшене. Что я могу отметить? Снимите красивых девчонок и рассказывайте, чего нужно делать. Телефоны у всех возьмешь потом. Мы будем зуб удалять. Вот. Ну, хотим, по крайней мере. Вам нужно будет заполнить антонику о состоянии вашего здоровья для доктора. Пиши, тебе тоже надо. Дайте мне еще одну ручку. Вот. В анкете я буду озвучивать последнее посещение врача-стоматолога. Давно можно написать? Да. Вот. Если не помните, как... Не помню, да. Где-то аллергия. Вот. Август 2010. Аллергия, лекарственные, пищевая. Вот. У меня аллергия точно есть. Я вот пишу. Ты... Это не надо снимать. Зачем всем знать? Так. Чем купируются приступы? И... Класс... Тут классный темп... Классный такой пункт. Чем кончается приступ? Нет, нет. Чем купируются приступы, это как вы... А, купируются? Все, понял. А группа крови... Я не знаю. Не помните? Да. Одна из них. Не знаю. Не знаю. Страдаете ли вы? Страдаете ли вы? Сердце, стернокардией, сердцебиение. Ну, тут так. Еще вроде как особо, наверное, нет. Нет. Почек. Нет. Ну, так, наверное. А почему нет мозга? Нет. Мозг. Страдаете ли вы заболеваниями мозга? Мы страдаем. Да. С счет того, что мы сюда пришли и снимаем все это на видео. Да. То есть мы страдаем. Вырвать зуб вообще это на камеру. Это мы точно чем-то страдаем. А что с вами случилось, девушка? Что вы грустная у нас такая? Мы вас сейчас развеселим. Мы же веселые. Желудочно-кишечного тракта это важно. То есть, ну, наверное... Куда мы пишем фамилию-то? А, еще сзади есть, смотри. Господи. Страдаете ли вы повышенным артериальным давлением? Вот тут, да, оно у меня повышается. Припадки. Припадки у нас бывают. Это да. Надо писать, что, да, припадки, наверное... Сейчас посмотрим, как ты переслечек. Ну, их как бы нет, но вообще, как бы, да. А длительные кровотечения после порезов нет. Вот здесь есть бывает припадка. Диабет нет, беременность. Как у тебя? Пока еще нет. Пока нет. Но я в процессе, да. Бывают ли у вас припадки, обмороки, головокружение? Я могу обмороком тебя записать? Ну, пожалуйста. Были травмы головы. Вот тебе точно надо, да, писать. Прям видно, значит, ну, были, наверное, у всех. Так, перенесенный гепатит нет, спит, слава богу, нет. Периодически возникающий полость рта. Спит венерические заболевания. Сейчас подожди. Ну, не надо вот все рассказывать, я думаю, это... Нет, по-моему. Прожитание зубами, ну, так я же и сплю. Периодически возникающие язды. Забоевание гайморовых пазов, кошмар. Бруксизм. Употребляете ли вы наркотические средства? Заболевание гайморовых, нет. Хороший вопрос, слушайте. Я пишу, что нет, потому что... А кто-то ответил, да? Курите вы, да, да, ну, кто-то, может, издастся. Я искренне ответил на все пункты, хочу дополнительно сообщить о состоянии своего здоровья следующее. Почкую. Мне очень страшно, да, то есть, вот так напишем. Не, ну, реально, очень страшно. Мне известно. Я же писать вот это. Мне известно, что в случае обязательных осмотров можно рассчитывать на определенный срок результатов лечения протезирования. Я знаю, что в случае приема до начала должен сообщить врачу об этом. И-мейл надо написать. Ух ты. Да. Хорошо. Это для рассылки информации об акции нашей реальности. Акция, да, под каждой третьей пломбой пресса или какие акции у вас? Те можно найти. Кто-нибудь число сегодняшнее знает? По-изже. Шестое. Месяц. Господи, люди, как страшно. Вот реально очень страшно. То есть, Gmail как пишется. Я забыл, как Gmail пишется. М-А-И-Л. М-А-И-Л. Ком. Как они выписали? Шестое. Кто? Сентября 2012-го. Подпись пациента. Невиновен. Пожалуйста, держите. Это еще не все ручку. Это еще не все? Такой кошмар. Смотрите, мы еще скажем пациентам клиники, заключаем договор на оказание стоматологических услуг. Это юридический договор, двухсторонних гарантийных обязательств. То есть, данный договор будет он давать гарантию на лечение в нашей кризисе. А кто, извините, доктор? Я. А смотрите, доктор такой прям хороший. Не будет больно? Вам не сделают. Да? Сейчас сниму сделаю. То есть, нет, доктор, вот это, кстати, это очень важный момент, чтобы вот возникла вот эта психологическая связь с доктором, то есть, ну вот, улыбается человек, вот сразу отпускает, понимаете, милая такая девушка. Кто бы подумал, что через каких-то 15 минут… Она будет делать тебе боль. Да. Не, ну почему боль? Может и не будет. То есть, я больше… Я доплатил уже. Ты давай дописывай. Слушай, не кричи. Пойдем, пойдем. Ты доплатил. Пока присаживайтесь, а мне нужно будет. Друг еще нужен? Какой кошмар. Мы рентген пойдем? Это не все. Да, можно, да? Да. Вот, добрый день. Будем. На гае. Одеваем бахилы. Это тоже правильно. Ну, кстати, вот по… Хорошо, что, наверное, решили это все делать на камеру, потому что мне, честно сказать, вот я сейчас чувствую, меня особо боятся… Я не могу присаживаться. А, некогда, потому что мне чего-то надо рассказывать. А насколько понимаю, это мы сейчас в рентген-кабинете. Вот. Сейчас будем делать рентген. Это Славкин? Славкин? Да. Да, я был у вас, вот я, да? Мне зубки встать не лечили. А можно мне бахилы? И до сих пор я помню, что поставили пломбу, до сих пор она живая. Хотя, кстати, как-то я здесь уже был. Я пришел с твердым намерением вырвать зуб. Но врачи меня убедили, сказали, что можно вылететь. И до сих пор он живой. Так. Вот перчатку. Мне… Давайте. Вот. Штуковина. Тут кошмары какие. И вот такую гигиеническую штучку. Надо полагать, я туда сейчас… Да, заканите, пожалуйста. Так. И? А, еще выше, да? Ну, наверное, да. Во. Угу. Угу. Да, чтобы я на ней висел, да? Сколько ты сможешь провисеть на этой штучке? Это ямочка передними зубами. Угу. Держите сюда, да? Ой, какая шва. Я… Спинку ровно? Угу. Ага, еще чуть-чуть можно поднять еще немножко, чтобы ровно спинка была. О! Еще все это? Нет. Вот, мне зажали голову. Держусь я зубами за какую-то штуковину. Если честно, теперь… Чуть-чуть. Да, теперь я отсюда убежать уже не смогу. Изик-негу поднимаем. Угу. 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 Мне бы бахилы были… Сейчас сейчас. Какая-то такая космическая штука поездила вокруг меня, и сейчас надо полагать, мы получим картину… Вот этот? Угу. И вот этот? Угу. И вот этот? Верхний зуб? Да, верхний зуб. Угу. Можешь его еще снять? Прицельно. Прицельно. Да, вот тут вот, вверху. Прицельно. Вот, вот здесь. Сейчас прицельно сделаем. Давайте, сейчас меня еще прицельно… Угу. 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 Как бы боль уже пропала, да сейчас… Но, когда вот так делаешь, тут вот… Я думаю, ну… Он там умер уже давно, там 150 раз… И, честно сказать, я вот сильно думаю, за что вы там дергать будете, потому что… верхняя часть его там подразрушилась. Хорошо, сейчас мы сделаем еще один снимочек, потому что… Возникли какие-то моменты, вы меня не пугайте, скажите мне, что за моменты, потому что реально это. Скорее, возможно, можно будет спасти, сейчас мы сделаем снимок. Ой! Спасите Максима! Ты снял это? Ты снял это? Нет. Помнишь, нет уж кричал, никто не сможет поставить меня на колени. Да. Или вот в стоматологии меня тут все могут поставить. На колени ничего. Нет, кстати, у меня до этого, я рассказывал, была такая же история. Я пришел с твердым намерением вырывать. Мне тоже врачи сказали, ты подожди, и мне его реально вылечили. Но лечить я как бы больше за, потому что все-таки… Да, в бассейн и по 5. Плюс еще у вас рядом стоящий зуб через один имеет хорошую кариозную полость, которая может привести к больным ощущениям. Возможно, этот зуб вам дают. О себе, значит. Сейчас мы сделаем снимок этого и того зуба, потом пройдем в кресло. Я приду полностью анализ. Я упаду в оборок, потом пройдем в кресло. Чувак, ты упадешь в оборок. Я постараюсь, чтобы не упали в оборок, я вам все проведу и расскажу. А врач классный, меня отпускает, правда. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы есть. Притем зубы на снимке почему-то разноцветные. Микрофон закрывает. Ну давайте. Сидите, сидите. Сейчас кашку ему принесу. Микрофон. Пожимаю Ященко 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 Свощай Это вот нацеленный снимок, я сейчас сделаю там совсем, контрольный в голову. Сейчас надо полагать мне какую-то штуковину. Такой кадр испортил. Жду. Открываем шею. Подождите, там вот эту штучку, да, ее надо это, ну как-то там приветовать, да, потому что. А то она меня это, рвут ли у меня. Решим носом, глубоко вдохновим, расслабились. Не, подождите, она почему-то это... Не получилось? Ну, смысл такой, что это, как бы... Не, я понимаю, но вы мне ее в горло куда-то засунули. Не, ну, как бы, по крайней мере... Так, вот сейчас хирург, быстро мне... Забракиньте голову немножечко наверх, расслабьтесь, просто расслабьтесь. Ага. Голову слегка на позитивную сторону. Достаточно, молодцы, мы поменчики. Ага. Дышим носиком. Дышим носиком. Дайте. О! 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 Хирурги! Главное вот это, успокоить, чтобы я не нервничал. У тебя Нагаеву... Слушайте, а по-моему, Нагаеву тоже страшно стало. Ну, естественно, это следующее. Вот ты, походу, понял, да, куда мы попали? На вскрытие. Два-пять еще. Два-семь Аликса и... Два-пять. Чайк Азов. Ага. Готов. Готов. Готов к труду и обороне. Knocked D Hypingour, How toence and fire Party. Что지�ансы? Ой, да. Хорошо. Теперь двять. Теперь двять. Теперь двять. Тут это... Пасемь врача-терапевта, еще раз, или нет? Посоветуемся. Да, потому что, ну, судя по семенку... Может, что еще и получится, да? Да. Вот. Сейчас еще умер я настоящий, который, скорее всего, у вас все покоится, которому встален нет, да? Что-то еще не звучит от физически. Да, а у меня еще второй человек есть. У меня есть подозрение, что так это все, которого не убежить. А вот вы все время спрашиваете, мне интересно, врач говорит, давайте. А я все время думаю, а что мне делать? Мне засунули какую-то штуковину. Как бы, и получается, говорят, давайте, а я, ну, я что могу сделать? У меня ничего. Замрите, значит. А можно я там навсегда во рту у него оставить? Давайте. Как скажете? Это, как я понял, это как на стрельбище, когда стреляют, говорят, дай тарелку. Это значит, что она должна, ну, как бы, полететь. Выстрелить. Что-то? Тудой. Ой, ну что-то мне все лучше и лучше. Слушай, слушайте, может, может, зуб не надо вырывать? Пошли в кабинет. О, боже. Здрасте. О, слушайте, девушку крупно надо взять. Вы посмотрите, красота какая. Возьмите ноги. Считается. Возьмите ноги. Присаживаемся. Ященко работает микрофон. Считается. Да. И вот эта вот ситуация, когда садишься в кресло, вот всегда, ну, какой-то такой вот, ну, как правильно это сформулировать? Страхно. Мандраж. Как это сформулировать? Ну, да. Ну, хотя вот как-то все у нас в лучшую же сторону изменяется. Вроде как. Привет, интернет. Че только не сделаешь, чтобы лайков набрать, я не знаю. Мы зачем это делаем, Нагаев? Я понятия не имею, потому что я... Нагаеву тоже потек, потек. Я уже, да, я уже поплыл. Сыночки вот сюда? Ой, отлично. Сложи аксессуары, да. Нагаев, только ты меня можешь с некрасивым и открытым ртом не фотографировать? Ну, потому что... Я-то могу, но общественность требует. Да? Да. Вот. Да пофигу, давай уже, какая разница. Все время вот я заметил новые перчатки, да, одеваю? Обязательно. А чем старые не устраивают? Ну, те, как бы уже. Ну, да, вы что-то выглядят. Я бы, сказали бы, я бы садовые свои притащил. Вот мне делают такую салфеточку, классно. Помощника позвали, чтобы держал, видимо. Держите меня с семеро, кстати. Вот. И начинается. Давайте, я сейчас засмотрю. Давайте. Ко мне было, по-моему, в мою сторону. Так, больно вам? Нет. Так. Зор, дайте еще. Вот, я думаю, была боль сильная, когда вот, ну, два-три дня назад я вот на кетонале пересидел. Ну, не больно, но чувствительно. Да, чувствительно. Ну, вот этот получше, чем тот. Вот тот более чувствительный, чем этот. При груди много. Мне сейчас по зубам железка какой-то стучат. Ой, кашу. Так, не больно. Так, не больно? Да. Вот это, кстати, прикольная штука, что глотать не нужно. Что слюну убирают изо рта. Это вот я только в Денталюксе такое видел. Ну, надо полагать, еще где-то есть, но... Сейчас везде есть. Вы знаете, слюноотоз. Ага. Ну, с учетом того, что он последний раз прибрежнее или ходил в стоматологию. Так, теперь, Вячеслав, расскажите мне про свои боли, которые у вас были три дня тому назад. Какого они характера были? В какое время они возникли у вас? Они возникли во второй половине дня, в обед где-то, да? Вообще, вот мороженое, допустим, ешь. Вот что-то я такое съел. Я вот сейчас правой стороной кушаю, потому что, ну, боюсь, да? То есть, что-то я такое съел, то ли сладкое, то ли горячее, ну, вот как обычно. И он вот прям как бы заболел, да? То есть, и заболел так весьма лихо, нормально так заболел. То есть, я наелся кетоналу, как в лучших традициях, да? То есть, и болел он до ночи. Где-то вот с обеда до ночи болел. Я вот где-то в час... О, вот так, кстати, лучше. Вот, ночью только там уснул. А на следующий день почему-то прошло. А, вот, знаете, что я сделал? Я взял с содой, пополоскал. Хорошо пополоскал с содой, и все, и у меня чик, и все прошло. Вот на следующий день. И вот до сих пор, в принципе, сейчас я, ну, во-первых, страшно. Ну, вот сейчас я его пошел уже типа вырывать ради искусства, как говорится, да? То есть, ну, по идее, жить можно пока с ним. Вот как-то так. Хорошо. Боль какого характера была? Она была ноющая у вас или пульсирующая, дергающая? Вот отдавала вот тут вот такая вот какая-то, вот знаете, как мышца, ну, не мышца, нервная, да, вот сюда. Еще, знаете, вот так, когда делаешь, он немножко вот тут вот день-два отдавал. А сейчас вот, кстати, прошло. Вот сюда вот, вот, вот как-то так. По-моему, он все врет, лишь бы ему зуб не рвали. Ну, не пар. А вот и первый отзыв. Транслируете там все, как проходит. Если будет не больно, то же сюда пойдут. Пишет некая Куйкабаева Осель. Осель. Я вам расскажу все по-честному, как есть. Нерву же плохо, нерву же не пьет. Да, мог бы для смелости и принять. Там недолго, да. Хорошо. Так, Вячеслав. Значит, у нас такая ситуация. Цельные тоже распечатайте оба. Вообще, конечно, зубы у меня очень запущенные, я так думаю. А по причине вот, ну, вот я боюсь. То есть, вот, как бы, надо ходить регулярно, их чинить. Я это все понимаю, но вот сейчас вот что-то как-то происходит. Меня туда-сюда катают. Держите свой снимочек. Держу. Вы пришли с жалобами на этот зуб. Этот зуб у вас, нерв в нем удален. Те ощущения, как вы своей болезнью не рассказываете, это говорится о том, как будто бы у вас это спален нерв. Рядом стоящий зуб, ну, не рядом, через зуб, у вас вот здесь, вот видите, вот это темное пятно. Это кориозный процесс, идущий со стороны соседнего зуба. Как бы такой вот спрятанный кориец, да. Он у вас фактически дошел до нерва. И сейчас больше всего вы пережили фульпит. Поэтому у вас нерв в этом зубе умер. И вам необходимо будет сначала провести лечение вот этого зуба. Потому что даже если вдруг мы удалим этот зуб, боль мы вам не устраним. У вас как была боль, так он и останется. Поэтому в первую очередь... Так, нет, подождите, а вот за вот этот, интересно, он... За этот зуб? Сейчас мы пригласим врача-ортопеда, потому что нам нужно будет посмотреть, сможет ли он на этот зуб в будущем надеть коронку. Если врач-ортопед скажет, нет, этот зуб не годится под коронку, тогда мы можем смело расстаться с этим зубом. Если врач-ортопед скажет, да, я могу поставить на этот зуб коронку, то тогда мы отправляем вас к врачу-терапевту, он начинает лечение канала. Все туда вытаскивает. И вот, знаете, вот я вспомнил еще, бывает вот, когда кусаешь им, то, ну, это может на десну, когда вот кусаешь, тогда, ну, такое вот неприятное ощущение. А если вы говорите, что все нервы поудаляли, то там болеть уже нечем. Так получается? Когда нервы удаляем, там болеть нечего. Но иногда бывает, что на верхушках наших зубов образуются гнойные мешочки, которые дают реакцию при напусывании. Поэтому нам необходимо будет пролечить внутреннюю часть зубов, чтобы устранить вот эти гнойные мешочки. И тогда мы можем смело одевать коронку на этот зуб, и вы будете еще он хорошо выживать. Есть у вас зуб, который нужно будет удалить, это вот эти вот на нижней челюсти, два вот этих корешка. Ну да, там... То есть, не нужно будет расслабиться, там уже без вариантов, там спасать нечего. Угу, поделать. Да, по крайней мере, мы попытаемся его оставить у вас. И потом уже, как бы, надеть коронку. Ну, вообще, вот логичнее, все-таки лучше оставлять, да? То есть... Конечно, он, это ваш родной зуб. Его можно легко заменить имплантантом в будущем, но, как бы... Ну, как легко. То, что вам дала природа, это ваше родное, пусть оно у вас и будет. Хорошо? Угу. По-моему, ничего не... Вы знаете, вот мне так нравится то, что вы рассказываете. Сейчас я вам просто покажу ваш этот вот... Вот этот вот зубик, вот этот зубик, который испаленный. Видите вот это темное пятно? Угу. Оно фактически соединяется с нервом. Угу. Вот эта вот черная полоска, это ваш нерв. Угу. Вот это темное пятно, оно фактически дошло до... Наверное, они туда залезут. Они сделают вам анестезию, укольчик сделают. Угу. Потом уберут вот эту вот нависающую крышу, полностью вот так вот. Крышу у нас давно обырну, тёж, григоты. Потом уберут нерв, прочистят канал, запломбируют канал вот именно вот до кончика корня. И всё. И потом восстановят пломбой. Угу. И этот зуб вам будет ещё очень долго служить. Классно. Вот этот вот зуб у вас... Это вот нижний, да, по-моему? Этот, нет, это ваш верхний зуб, который, с которым вы ко мне не пишите. Угу. Ну да, как бы, да, что-то я упустил это. Смотри, как отпускает его. Сказали, что вать не буду, сразу помолодел, оздоровился. А вот видно, да, как это, чего делать теперь? Теперь нужно пойти к врачу-терапевту и начать лечение вот этого зуба. Пойдёмте. Сейчас нужно будет... Не, ну, если он там, да... Да, сейчас мы посмотрим, у нас в основном... Может, пока меня посмотрим? Да, сейчас мы это как-то... Вот, давайте я пойду чуть-чуть это, выдохну, да? Ой, как... Слушайте, ну я в любом случае, я вам прям благодарен, правда. Вы, вот... Как... Вот хорошо, что его не надо рвать. Вот ему надо вырвать. Это важно. Вот. И я хочу это видеть. Вот, это... Полностью. Крови побольше. В общем, забрызгиваю стенки. В общем, делаем так. Сейчас мы все выходим из кабинета. Да. Кабинет подготавливают к следующему пациенту. Да. А вас мы определяем доктору на лечение зуба. Хорошо? Я... Вы знаете, вы ещё молодец, вы отлично держитесь, потому что... Ну, на камеру вот это всё. Я вот одного боялся, что есть эффект камеры, да, и что врать будет... Ну, тоже нервните, да? Молодец. Она как будто всю жизнь снималась. То есть, вот, здорово. А я вообще-то не знала. Вот. А канцерировать-то, говорят, вроде как и не надо. Вот. Мы ещё вроде это увидимся. А ниже не нужно будет, но это потом уже после всего лечения. Ну, окей. Ну что, теперь мы провожаем нашего брата Костю. Мне, если честно, вот как-то всё. Забирайте мальчика. Иди, иди, золотой. Вот. Сначала туда. Телефончик отдай. Я возьму свой телефончик. Панорамный. Так. По настрою ли тут, понимаешь, домов? Здесь нет. Нет, я вообще здесь впервые. Нагаев. Я сейчас твичу уже про Нагаева. Мстишь, сволочь. Как вообще ощущения? Да, ощущения. Мне врач, вот если честно, вот это, она мне сразу убрала все страхи. То есть, я не знаю, тут, ну, мне кажется, наверное, это критерий профессионализма. Потому что, ну, очень, видимо, грамотный психолог человек. То есть, я не знаю, исходит, что ли, от неё какая-то, ну, вот такая аура, да, то, что, ну, реально сразу стало не страшно. И когда мне сказали, что, в принципе, его вырывать не нужно, то есть, ну, мне вообще прям как-то это отпустило и похорошело. Ну, нам один хотя бы зуб надо вырвать, конечно, сегодня. Потому что столько договаривались о съёмках. А так как тебе сказали, что не надо вырывать, то ты решил, что это будет мой зуб. Нагаевский зуб вырвать, это вообще святое. Охренеть. Не ругайся, говорят. Ну, что ты, Нагаев? Ну, я понимаю, что ты волнуюсь. Страшно, да? Слышишь? Страшно? Иди, укуси, укуси пластмаску. Сейчас, вот, видите, Константин, подожди, ты послушай, что кусать? Что ты сразу кусаешь? Ты кусает то, чего надо. Будет трясти? Не-не, там лёгкие покалывания в височных долях будут ощущаться током. Да, вот, видишь, вот, теперь ты и не убежишь, вот. Вспомнить всё. Да, кстати, картина называется. Тема «И вспомнить всё». А ты вот отсюда, сними в зеркало его морду. Это вообще тема денег стоит. Смотри, картина «И вспомнит всё». Брат Арнольди forever рулит. Ой, как весело. Слушай, слушай, а что мы раньше не додумались в стоматологию ходить, блок-туры делать? Смотри, как весело. Ну, вот, особенно, когда зубы мне не рубят. Всё, отходим, да. Ну, кстати, я вот изучал вопрос. На самом деле, рентгеновское облучение, которое здесь делают, вот его все боятся, оно настолько точечное и настолько узконаправленное, что его можно делать, там, ну, 2-3-4 раза, да, вот даже, там, 5-6, и ничего не будет. Потому что это другие технологии, это не тот, вот, это советская рентген-машина, да, которая, там, в тебя реально стреляла протонами, там, и нейтронами. Да у этого, по-моему, зубы. Слушайте, а скажите по-честному, у кого зубы лучше? По-моему, у Нагаева покруче будут, да? Они у меня... Или они у него все вставные, да? Вставная верхняя. В смысле, у него все вставные, да? Верхняя, поэтому... Так, люди, у нас сенсация. У Нагаева все зубы вставные. Ой, какой кошмар. Вот. Ну да, вот, можно, иди, сними, чтобы не говорили. Вот, вот это же вот все, что беленькое, это же все уже... Зубчик. Как сказать? Прицелить один семя. Может, выруем, доктора, а? Вот, на мне, я считаю, либеральность можно заканчивать, то есть... Я думаю, даже не стоит. Тоже не стоит. На удаление. На удаление? На удаление. О, сема. Это нас. Yes! У нас просто грибное место какое-то. Слушайте, доктор, что, прям правда, да, удалим? О, супер! Ай-е-е-е! Если я не вернусь, я завещаю всю свою коллекцию билетов в музеях, которые я посетил в свою жизнь, не рушу. Да, пусть он знает, чего он потерял. Зуб. Мы еще прямую трансляцию ведем, сейчас пол интернета читает. Вырвут. Ага, давай его в 3D напиши. Вот здесь вот реально можно чутить фразу, что зуб дай мне. Да-да. Ященко, а где твой зуб? У Ященко, да. У Ященко тоже зуба нет. У нас, знаете, операторы, у нас вообще вся съемочная бригада, у нее с зубами реально проблема. Может, мы это специально как-то гонгли ножны? Нет, как они не гонгли? А чем Костя, вот сейчас страшно, да. Ну, как сказать, дело в том, что когда-то мне оделали вставную челюсть, и мне выносили зубы просто оптом. Поэтому я не очень сильно боюсь. Да, ну... Но что спокойствие есть, спокойствие... Это хорошо, что ты не теряешь присутствие духу, я считаю. Это... Да. Хорошо, мужайся. А можно это просто отклонение нервной системы какой-то хрен? Смотри, снова... Классно. Снова одевают новые перчатки. Снова на Гаеву плечи пить какой-то такой прикольный фартучек. Вот. А каша будет? Кашу хочу. Нет, каша будет через два часа. О, Господи, я бы предпочел оттянуть. Не, вот интересно, вот на самом деле правда интересно, вот будет больно или нет? Потому что, на мой взгляд, больно... Поверь, мне это интересно даже больше, чем тебе, блядь. Больно не будет, я вам обещаю. Вот так вот. Так. Но раньше делали анестезию нормальную, ядренность? Да, абсолютно. Мы уже видели, ядренность. С сердцем, с давлением дружим? Ну, как сказать, дружим? Живем как-то? Ну, он такой, я вот, по моим ощущениям, он такой уже подгулявший немножко в плане здоровья. Потому что вот недавно в колкомане был камень почечный у него, это... Кисочек. Слушай, вот я сейчас твою пасть сфотографирую, потому что ты цинично взял и меня сфотографировал, некрасиво, я в кадре вышел. Доктор, потому что Гарри и Скорни застали повернуть. Нафиг, он меня... Дай, доктор, я предлагаю один надо, Костин, ради искусства. Нам там предлагали вообще здоровый даже это вырвать. Еще немножко. Ну, как замечательно. Какой кошмар. Слушай, а что мы раньше до такой темы не додумались? Это же как весело в стоматологию, оказывается, на блок-туры ходить. Ага. Ты молчи. Ты, если будешь разговаривать, тебе чуть не туда это... Так. Я назову картину пасть Нагаева. Вот. Сейчас. Сомкните губы, губы, сомкните. И языком при жидкости вытолкните в трубочку. Плюй в трубку, неэффективный. А у меня истерика. Если честно, она обусловлена тем, что, ну, меня-то-то теперь как-то легче. Вот. И это... У вас тоже здесь кариес, нужно будет обязательно его пролить. У меня еще на клыках, я не знаю, снизу кариес, тут все пен делать. Пена у тебя на клыках. Ну, вот так, на четвертый каминговый двойник, а на четвертый. На низкий. И шеечный, да? И причем по фасаду, да? Необходимо будет обязательно. Вот. Сними, Андрюх, это оборудование. Пока вот ничего страшного. Потому что самое ужасное еще вот, когда ты лежишь, и в кадре у тебя попадаются вот эти щипцы стоматологические. То есть, вот, которыми, собственно, ирвать-то. Вот, приготовили нехитрый набор, по большому счету. А сейчас Нагаева будет... Это лечится вообще передний кариес? Конечно, это нужно делать. Хорошим ударом ноги. Наши специалисты сказали, что живет так. Нет, надо будет обязательно, потому что там уже начался у вас кариес. Обязательно прессонировать. Сейчас, собственно, Нагаеву укольчики делают. Он как-то на меня так смотрит. Трогательно. Мне тебе жалко, Нагаев, на самом деле, если так разобраться. Но, с другой стороны, знаешь, я вот вспоминаю вот многие моменты. И как-то мне... Подожди, у тебя зубы часть железных, да? Это вот они. На металлоискателе у тебя они звенят? Ты поморгай, если да. Так. Этот факт я хочу передать Славе Няровше. Спасибо. Да, на здоровье. Спасибо, Костя. Если ты думаешь, что мне сейчас доплясок... Ты работай, работай. Ты не отвлекайся, Костя. Все, что я могу здесь сделать, это просто лежать. А вот вы и так, собственно, пытаетесь ему напряжение снять. Да. Чтобы быстро на связи наступило. А, вот смотри, какая интересная технология. То есть, чтобы быстрее... Ну, это удобно. И, причем, достаточно многим доступно пришел домой по это... Помял. Помял, собственно. А у тебя сейчас по сценарию должна правая часть аниметь. Ты знаешь, нет. Анимеет только место само. Да? Челюсть пока, слава богу, оживая. Вот и... Ощущения спокойные. То есть, укол вообще безболезненный. И сначала был, как я понимаю, первый маленький укол, который вместо укола обезболил. А потом, собственно, второй укол, который уже... Огонь, волосы, игроки. Вот так вот, вот. Мне пока все нравится, да. У меня истинка. Но у меня единственное, после того, что мне врачи сейчас про зубы все рассказали, я думаю, может быть, купить вставную уже легче. Ну, вот это удобно. Ты как раз, у тебя молодая жена. Недавно Костя женился на молодой жене. Классно. Ты будешь выкладывать ее вечером в чашечку. Ну, это будет очень хорошо для семейных отношений, я думаю. Слушай, я же не рассказываю всем, что ты каждый вечер выкладываешь в чашечку. Нет, ну... Нет, это, конечно, про зубы я. Вот молодая жена, они любят. Вообще интересно, да? А вот просто, а как же... Сейчас же... Вот у меня сложилось такое ощущение, что... Если у человека... Как вот... Если человек сейчас толстый, значит, он бедный. Почему? Значит, он не хочет на фитнес ходить, или денег у него нет. Если у человека плохие зубы, это тоже значит, что он... Ну, вот тут тонкость. Не обязательно, что он бедный. Допустим, вот у меня есть реально деньги. Может, вашу вип-клинику я не потяну? Ну, на Денталюкс уж точно хватит, да? То есть... Ну, реально страшно. Вот. Полный рот, он нехороших зубов. Не, ну, у меня зубы пострадавшие в советское время от тетрациклина очень сильно. То есть, это... В смысле от тетрациклина? Это когда в советское время кормили детей тетрациклином. То есть... Не понял. Это было... Это было ошибкой. Ты в ГУЛАГе там жил, в Караганде где-то? Ну, не... Всех едой кормили в детстве, я ж помню. Ой, хватит язвить. А Нагаева кормили тетрациклином. И вот это... Ну, ничего, нормальный отъелся. И вот это, на самом деле, многое объясняет в его творчестве. Потому что, ну, нормальный человек так писать не будет, как ты. Это после... Немного болезненно, кому голову меня. Вы думаете? Да, сейчас еще нужно... А давайте я его буду стукнуть по голове, отвлеку, собственно. Сненько, откройте, подшири чуть-чуть. Ух ты. Чуть-чуть болезненно будет, пока терпите. Ну, Нагаев держится стоически. Это вы ему прямо в канал, да, сейчас шарашите? Нет? Смотри, Нагаев-то какой. Можешь сказать, на пытки с тобой одно удовольствие ходить. Смотри, еще хорохорится. Смотри, не больно ему, видишь ты. А вы что сейчас сделали? Можно попросить вас в следующий раз, когда вы мне будете делать укол, чтобы этого идиота здесь близко не было? Нет, это ладно. Нет, а вы сейчас... Анестезия? Это все анестезия. Ну, вы ему куда-то сейчас в какое-то такое уже... Это называется небная анестезия. Ага. Которая сбаливает с небной стороны. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы тут кино снимаем, ага. Хорошо. И как пошло, Костя? Я бы закусил, честно говоря. Если честно, я вот никогда не был в кабинете врача, когда зубы рвут. Я вообще крови не боюсь. Потому что, ну, я по работе работал много где. Мясником. Не-не, ну, там, не буду сейчас вдаваться, но... Я вот тоже сейчас стою и думаю, а как я это выдержу? Это же прям смотреть надо на это все. Хотя я был на родах у жены. Круче не бывает уже. То есть, если ты побывал у жены на родах, причем я туда не собирался. А ее, когда, ну, схватило, она мне за руку схватила, и я прям, ну, и пошел получилось. И это кошмар. Мне самый шок был, что голова такая, ну, своеобразная. Я говорю, а я деньги заплатил нормальные, я говорю, я говорю, что с головой? Спасибо, Слава. Твоя вещь, она прям настроила меня на позитивный лад. Не, ну, ну, ты же не рожаешь сейчас все-таки. Если честно, Костя, ну, если сравнивать... Да я, собственно, и завтра даже не собирался. Давай уже. Открой рот. Ну-ка, открой рот. Открой рот, я сказал. Вот жалко, я не стоматолог. Не, ну да. Я думаю, что у врачей другое мнение на этот шок, как у пациента. Веселый врач. Но ты, в принципе, можешь сам себе операции делать. А есть же вот, вот мне бы, конечно, они сейчас не расскажут, но вот есть же у них внутренние шутки вот эти про выдирание зубов. Это же, они на камеру, конечно, не сказали. Представляешь, как они шутят? Вот. То есть, ну, когда вот, ну, там... А я шутил, как есть, так и говорим. Давайте я попробую. Начну, если вдруг какие-то болезненные ощущения вы испытаете, скажите, я добавлялась. Подождите секундочку. Больничный мне нерв уж оплатишь полностью, понял, да? И еще чуть-чуть. Слышь, я зуб на халяву вырываю. Ты еще возгущайся. Я не понимаю, вот эта меркантильность отдельных наших сотрудников. Да. Слушай, я сегодня у тебя звезда эфира, ты твить давай. А да, кстати. А я забыл, что твить надо. Ну, что, голова-то конусом. Я же тоже волнуюсь, Костя, ты... Все, теперь не разговаривай. Хорошо? Ко мне головы, поедините. Так, не больно вам? Немножко отвернемся. Слегка прикройте ротик. Голову в мою сторону. На звуки, на мои движения внимания не обращаем. Хорошо? Зуб разрушенный, возможно, будет ломаться, поэтому... Если вдруг по камере не слышно, такой противный, такой немножко звук, как бы, но Нагаев молчит. И, кстати, вот основной... Ященко, смотри, вырвали уже. Давай снимем для истории. Выглядит не очень, честно сказать. Ну, действительно, правильно его вырывать надо было. Там, что осталось-то уже? Вон. Даже я, толком ничего не понимая. А сейчас что-то докурочивают там, судя по всему. Вообще, конечно, это... Я не знаю, вот, как я к этому отношусь. Жалко, блин, с одной стороны. Ященко мне говорит, тихо, тихо. А что ты... Почему тихо? Ты думаешь, если мы разговаривать не будем, что-то изменится? Походу, все уже. Ай-эй! Ты сделал это, чувак? Ско мне, пожалуйста, было это одно. Отвожи. Ну и что, больно-то было? Ну, скажи вот честно. Мы еще не закончили. А, понял. Сейчас ревизию проводим. Нам нужно будет провести ревизию лунки зуба на наличие грануляционных тканей. А если по-русски? В гнойных мешочках, про которые я вам рассказывала. А, понял. И, может, кусочки, да, какие-то там бывают? Нет, кусочки нет. Мы проверим, если он ушел, по-русски. А, Гниша. Слушай, смотри. Вообще, моментально. То есть, сама операция, она заняла реально несколько секунд. То есть, и... Не, ну, Нагаев, ну ты не терпел же? Что-то ты не орал, ничего. Где шоу, Костя? Вот. Ты сюда что, правда зубы вырывать пришел? Чувак, нам платили за шоу. Ты не понимаешь? А, вот. Все, лежу. Сейчас я вам дам рекомендации. Одна из рекомендаций будет исключение физических нагрузок. Да он, вы знаете, он и раньше-то особо не злоупотреблял физическими нагрузками. Он круче айпада в руках-то не держит. Так. А вот это... Ставливаем края раны для того, чтобы течение быстрее остановилось. А почему давите? Когда сжимаем края раны, тогда у нас сгусток, который формируется на месте удаленного зуба, он будет у нас там крепко сидеть и не будет развития алии. Алии кого? Альбиорита. По-русски? Воспаление места удаленного зуба. Спасибо. Вот классно, я перевожу доктора, да? Костя? Давай я подержу тебя за руку. Может быть, тебе так бы грязь. Глотай, зараза. Нет, люди, мы только что пошли и вырвали ногами. У меня, я говорю, мне реально очень... Ну и по моргай нам, как ты? Понимаете... Ну реально, да, действительно, а что тут было не вырывать? Кошмар. Я думал, у меня... А у меня не такое, да? У меня чуть получше, раз вы его решили не рвать. А может, какую экскурсию расскажете? То есть... Это верхний зуб. Верхний зуб имеет три корня. Вот, я думаю. Я встать-то могу? Нет. Сиди, тебе не рано еще. А вот там, вот с той стороны, если повернуть темненько, это тоже вот так... Да, да, да. Вот это все... Потому что у вас кариес уже ушел на корни, то есть начался кариес корней, поэтому было бессмысленно списать вот этот зуб, поэтому этот зуб у нас ушел на удаление. Угу. Так как каранковая часть уже была вся разрушенная, поэтому она у нас ушла первой очень. Угу. Это вот кариес тоже, да, вот у него вот такая темная часть? Ну, это воспаление внутри самого зуба. Угу. Это корневая система у него тоже. А вы как это? Вы вот целыми днями же вот зубы рвете. Да. И вы привыкли, да, уже? То есть вам... Как вы вообще к этому относитесь? Вот просто... Это спокойная. Да? Конечно. Это же моя работа. Не, ну то понятно, но вот все-таки такая нестандартная, там, не в офисе, знаете, это... Ну, я уже слышала. А тут, надо полагать, у вас весело часто, да, и без нас. Конечно. Не, это хирург, это же, понимаете, это же хирургия, это же хирургия, правильно? Хирургия абсолютно. А вот это сами щипцы, да? Да. Сейчас же... Не трогайся. Так вы все равно уже испачкались? Нет. Все равно не тихо. Не надо? Нет. Ну вот. Потому что они испачкались кровью. А не в микробах. Вы мне, кстати, рассказывали, что у вас тут три степени какой-то дезинфекции, то есть их сейчас на самом деле не... Сейчас все инструменты пойдут полностью на обработку. Обработка будет проводиться, у вас есть специальности, специальности литературное отделение, и в этом отделении полностью проводят все... Здесь, в смысле, в больнице? Да, это в нашей больнице же. Угу. Я думаю, я ручку потеряла. Вот. Нагаев и Фейсбук. И как удачно получилось. Это... Я же тебя не разводил. Согласись, все по-честному же было. То есть я первый лег. Ну, так получилось, что мне не надо... Как бы... Те же... Так. Вот тебе визитка. Слушай, внимательно меня. Минут через 20, когда смотришь тампоны, надо будет сплюнуть. Я надеюсь, что в этот момент меня не будет рядом. Я надеюсь на обратное. Два часа ничего не есть и не пить. После того, как сплюнешь тампоны? Или с учетом этих 20 минут? Да. С тампонами тоже ничего не ешь. Чего ж ты тупишь-то так? В течение двух-трех суток горячую и жесткую пищу исключить. Хорошо? Физические нагрузки также исключаем. Добавим сам в бассейне, тренажерной зале. Хорошо? Слюнь сейчас прозлатывать. Крови там нет, это не ваши слюни. Для того, чтобы у нас хорошо... А интересно, извините, доктор, ну такой... А секс, он относится к физическим нагрузкам? Нет, ну... А я, как всегда, как мне зуб вырвут, сразу бегу к жене, я... Нет, ну... Нет, просто интересно, то есть, ну... После того, как пройдет анестезия, когда пройдет через час, на час, полтора, может появиться боль. Как бы это нормально. И мы нанесли вам травму, поэтому, если боль будет не терпима, нужно будет пить таблетку. И мы нанесли тебе травму. Обычно я выписываю в своем пациентке кетоном, как бы он хорошо помогает. Если вдруг какие-то вопросы, если вам что-то непонятно, если где-то что-то вас беспокоит, вот моя визитка, может смело звонить, спрашивать, мы ответим на все ваши вопросы. Хорошо? Это вы свой прямой телефон дали или ресепшена? Нет, это телефон ресепшена. Они потом, если нужно, будут соединяться. С вами свяжутся. Да. Все, что я говорила, здесь написано в письменном виде. Вы внимательно все прочитаете и все эти рекомендации выполняете. Хорошо? Спасибо большое. На здоровье. Все рекомендации прошу выполнять. Это было чудесно, совершенно не больно. Нет, что, нет, вот подожди. Единственное, кому будет плохо сейчас, это нервы, что часа через два, когда мне можно будет физические нагрузки. Тебе два дня сказали нельзя. Два дня. Два дня. Ты вот, ты слушай доктора внимательно, а потом я как раз уезжаю. Далеко не уйдешь. Скажи честно, больно было или нет? Больно не было вообще никак. Единственное, что сейчас есть, это неудобство от того, что у тебя марлевые повязки во рту, в остальном все в порядке совершенно. Неудобство. Чувак, тебе только что вот такими щенцами вот такой зуб вымолили. У тебя как минимум неудобство должно быть. Часа два, по крайней мере, я не знаю, что ли. Я не рекомендую, потому что... Вообще в целом. Оно вырезает все процессы восстановления, поэтому чем больше курите, тем дольше будет заживать. Доктор, вот вам спасибо, честно, вот за то, что мне зуб не вырвали, просто вообще низкий вам поклон, за то, что вырвали парню, прям вообще вот вы... Особенно за второй я так чувствую, ты прям вообще радуешься. Жалко, что только один. Мне понравилось. Не, между прочим, мне понравилось, то есть и я ожидал, знаешь, какого-то там, ну, кризиса, как-то это все, если честно, незаметненько так все прошло. Вот ты не ту профессию выбрал, а? Нет, в один момент, нет, в один момент я видел, как, ну, вот, вы собрались, потому что вы все время улыбаетесь, глаза добрые, но вот в один момент я увидел там холодную сталь хирурга, да, то есть она собралась, потому что я представляю, как вам еще с нами двумя клоунами было сегодня тяжело, потому что, ну, вам огромное спасибо, мы тогда что по сценарию тебе дальше делаем? Ну, а теперь все, мы пошли. Я понял. Иди домой. Спасибо вам, Рахмед Сызге, давайте, люди, вы молодцы, вы лучшие. Спасибо вам большое. Я говорю, тихо, не ругайся, спасибо вам большое. Ну, ты, ты ничего, заходи. Бабушка, бабушка, тебе сейчас хорошо вот этого Реву пародировать, знаешь, а пельмешки, внучек. Нет, тебе сейчас травма, жизнь, мои несовместимые нанесу. Дайте мне мой этот чемодан. Редикюль. Да, пойдемте сейчас это, люди, я не знаю, вот мы все сделали на глазах, мы ни разу, ни на минуту не выключали камеру, мы по большому счету это не будем монтировать, а сколько по хронометражу у нас, где-то часик, да? Вот, ничего не будем монтировать, как есть, а низкий поклон, правда, я прям доктору проникся, понимаешь, она вот молодец, тебе вырвало, мне нет, вот всегда это приятно, когда кому-то другому зуб рвут, вот, не знаю, что сказать, я, если честно, что-то это, сегодня до того переволновался, уже не очень понимаю, да, бахилы надо снять, потому что мы немножко странно на улице будем выглядеть. Да, жду, когда Нерушь пойдет в трактологу, то-то посмеемся. Вот. Надеюсь, что ему там что-нибудь вырвало. Не знаю, Денталюкс, это форева, потому что они не вырвали мне зуб, я буду теперь вообще совсем большим поклонником. Водичку тебе нельзя, да? Да, нельзя. Я себе налью и пошли на улицу. Все, Надюк, пока, выключай. Большое спасибо, это было прекрасно. Каждый день буду вот так ходить к вам, рвать по зубам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова